так сегодня поговорим про ios и хочу объяснить о ресурс exchange этих ресурсах что там стейкается чем там голосуется и все остальное потому что на самом деле блоквана получилось изобрести один из самых сложных для понимания протоколов и консенсуса ну для среднестатического пользователя вот мы как блокпродюсер ios будем пытаться это все как бы исправить и так ios bios как бы тоже есть определенный токен и этот токен сделан как утилитарный токен для пользования самим блокчейном для простаты можно и вас представить себе как такой большой вычислительный компьютер или как хостинг давайте например сравним с google клаудом для того чтобы в пользоваться google клаудом вы берете на депозит ложечку это денежку ну и в рамках этого депозита в эти деньги уже к вы используете как бы ты ресурсы и вас построен ровно по такой же самых и бы штуки вы должны приобрести как бы сам токен иоса и потом решить что вашему аппликейшен в сети иоса нужен если вам нужен cpu вы стейкайте насыпаю другим словом вы покупаете его если вам нужен нет то есть бенвиз вы тоже его как бы стекайте и вам нужен оперативная память вы тоже вы покупаете то есть три ключевые сущности для того чтобы ваш деп работал в иосе сеть процессор и память для того чтобы сделать транзакции бесплатной в иосе эти ресурсы нужно застейкать то есть грубо говоря отдать в залог типа за залезить вот таким образом вы не тратите деньги на сами как бы транзакции или на вас сам даб но для того чтобы не было атак на сеть вы стейкайте в эти ресурсы и таким образом и вам бесплатно и и пользователям бесплатно и вот и ваши деньги не сгорают как бы нагасок это сделано в допустим эфире и вы можете выбрать ему кто платит за эти ресурсы там или или пользователь как бы или вы самая главная идея была блоквана как бы создателя фото иоса для того чтобы сделать какой-то убор лайки прочь то есть есть кабинек и убор который запустил бы приложение и пользователи уберов принципе не должны платить за газ не должны платить за установку а если и в какие-то ресурсы для обретения каждого пользователя тратятся как будто это в интересах как будто с самого убера здесь бы полная налогия то есть представьте себе что есть какая-то там не знает там гейминг платформе ли какая-то там казиношка том же самом иосе они явно заинтересованы о том чтобы приходили к ним пользователи и играли они готовы за них заплатить там за стейкать и цп и на таки все все угодно при этом создать аккаунт в иосе тоже является как бы платной то есть кто-то за вас должен застейкать этот cpu для того чтобы вы смогли совершать как бы транзакции для того чтобы это все происходило быстро используется алгоритм proof of stake точнее не используется алгоритм proof of work учитывая то что в асинхронный пбфт плюс комбинация proof of stake в иосе достигается довольно таки много транзакций в секунду сейчас на майнете был такой послан рекорд около 4000 транзакций в секунду причем там в те транзакции можно было впихнуть намного больше операций в тестнете как бы на таком стероидном оборудовании на в хорошей сети мы добивались более 14 тысяч транзакций блок что принципе около 28 тысяч транзакций в секунду вот что вполне соизмеримо с банковским процентным центром как бы даже как бы высоком нагруженным вот именно это для этого был в иосе выбран как бы пуфу встреч если там был бы кита гибридные модели proof of work а или как бы другого она просто не летала бы так быстро вот учитывая то что иос был запланирован как там блокчейн для real world или там бизнеса enterprise solution вот поэтому скорость там критически как бы важна ну и там появились после этого до вернусь чуть обратно делегейтинг proof of stake мы отекла являются блок продюсер в разных сетях там и в тезосе и в иосе смотрим и в сторону эфира и карданов и везде где есть про proof of stake поэтому нащупали собственными руками как бы различные механизмы консенсуса считаю что делегейтинг proof of stake является наиболее удобным и выживаемым в условиях дальше среды мои любимые щейны это тезос и иос пользователи того чтобы делегировать свои голоса грубо говоря выбрать своего валидатора не нужно свои токи на непосредственно куда-то переводить то есть трансфер делать они могут быть успешно лежать на своих эсэм ки там лэжер на трезис причем он просто делает такое делегирование то есть это не знаю как выписать доверенность я доверяю вот тому-то валидатору за меня как бы подписывать блоки там тот валидатор который насобирает самое большое количество быть таких вот голосов он как бы и становится там топ валидатор и по консенсусу уже имеет право подписывать блоки то есть таким образом мы ну-ка в сети избирается майнер путем того что каждый пользователь как бы этой сети выбирает как бы своего не нам делегата мы называем делегатом немного попахивает политикой как бы но вот такая сделали комбинацию и блокчейна и выборов и делегатов и всего довольно таки получается интересный социальный эксперимент несмотря что мы там больше всего известный поезд блок-продюсеры мой любимый это все-таки тезис как бы консенсус точнее технический потому что в тезисе пользователь получает вознаграждение от тех ревордов которые зарабатывает его валидатор то есть грубо говоря там у меня есть там 100 тезисов я отправляю там некому валидатору валидатор за этих статей за сав как бы за реворды получает там 10 и вот обычно мне как бы как пользователю отдает 9 то есть таким образом я крайне заинтересован в том чтобы стейкать как бы свои как бы токены тем самым увеличиваясь как бы надежность сети есть непосредственно экономическая сенситивность для того мотивация для того чтобы пользователи этого делась и в оси немного сделали такой как бы american dream они сказали что ни в коем случае нельзя вознаграждать стокенхолдер за то что они возголосуют понимали что на уровне консенсуса никак это запретить не могут поэтому изобрели конституцию вы сказали и вот вам консенсус сверху конституция те кто будет вознаграждать пользователей за то что за вас голосуют это мы называем коррупцию и каким-то образом будет вам вам наказывать каким образом принципе то никто не знает вот китайцы довольно активно эксплуатирует весь этот american dream как бы на своей практике но при этом всем консенсус как бы также работает самое главное с точки зрения безопасности для гид proof of stake это то что пользователи могут не бояться в том что им нужно токен отправлять только для того чтобы выбрать себе кого-то делегата так ты просто делегировал отдал свой голос и они счастливы как бы работают надо даже делится фривордами от сети блок-продюсеры иоса их 21 пользователь выбирает сразу 30 то есть он может сказать и я голосую там за того за того за того типа up to 30 эти up to 30 китайцам также дали определенной функцию для создания как бы картелей вот что американцы как бы не думали что такие китайцы все будут как бы честно и блок-продюсеры зарабатывать вознаграждение один процент от эмиссии сети ежегодно получает все блок-продюсеры топ-21 из них получают 0.25 и 0.75 получает так называемые стендбай блок-продюсеры зачем стендбай блок-продюсеры что если вдруг какой-то там топ-21 блок-продюсер будет скомпроментирован не знает а банкротится уйдет сойдет с ума то как бы желающие которая в его подсидеть как бы там их там 400 штук снизу поэтому конкуренция там довольно-таки это серьезная вот и вот тоже занимаемся мы там внутри называем предвыборщую агитацию среди своих наших токенхолдеров для того чтобы нас там поддерживали вот выборы такие суровые потому что у нас нету там четырех лет тебе выбрали там и ты на четыре года там застрял получаешь реворды каждую секунду любой токенхолдер может себя твои голосы выдрать и так страшно ватенько там заходы заходит человек в чатом среди ночи что-то спрашивает ты думаешь ответить ему или поспать думаешь а вдруг блин это какой-то там кит который за тебя один миллион там проголосовал думаю наверное все таки нужно ему ответить поэтому такая штука вот довольно таки стимулирует быть социально активными ответственным блок-продюсером как бы нам на практике работает но то же самое говорил про репутационные как бы риски то есть риски действительно больше репутационные один какой-то факап и все и ты вылетаешь как бы чертям как бы с этого блок-продюсера может быть на веки вечные недавно один китайский залетный блок-продюсер там геймс вас подписал транзакцию на 2 миллиона еосов который было блэк в листе буквально через там пару часов как бы с него забрали токенхолдеры то есть его похоронили похоронили как бы на веки вечные поэтому такая блокчейн демократия как бы в работе забегал наперёд рассказал про рэм цепи ювка бы нетворк дальше я все таки хотел бы вот на ком-то этапе больше оставить времени на опросы потому что вещаю я уже как бы дано как бы целый год рассказываю как бы про его с но хотел бы все таки больше вопросов от публики если они будут как бы your highly welcome что мы еще сделали как бы для иоса платные аккаунты платные аккаунты это самое большое зло на самом деле как бы для масса adoption а поэтому там часть наших ревордов в сети мы направляем для того чтобы пользователям давать эти аккаунты бесплатно сделали мобильное приложение моего сволит много над названием не думали сделали по аналогии из доступен в апсторе без всяких там там танцы с бублем устанавливается доступен в для андроида доступен в вебе создаем бесплатно аккаунты всем кто хочется как-то с воли там поиграться какие уступки с дениса скачуйте пользуйтесь на бирже кодекс раздаем cpu также бесплатно в кого заканчиваются ресурсы чтобы поиграть в какую-то казиношку как бы или еще сделать это глупости в иосе заходим на кодекс вводим свой аккаунт и получаем 50 иосов на 3 дня абсолютно как бы нашал про теплак уже рассказал про кодекс тоже немножко рассказал кодекс биржа который такая иос френдли изначально планировалось я как бы как декс исключительно по иосе но на каком-то этапе мы поняли что в декс при нынешнем количестве ликвидности на таком рынке как бы не взлетает поэтому пришлось прийти как бы такой более гибридной модели где биток эфири более такая классика торгуется через стакан машин энджайн как бы ну классики в иос токены и сам иос как бы там действительно у нас гибридная модель максимально все стараемся иос токены влесить как бы бесплатно помогать им давать какой-то ликвидности на такая больше там иос как бы центре поэтому если есть какой-то иос токен который там нет на других биржах на кодексе он обязательно короче будет в первую очередь